И теперь это бутцефаландра поближе. Вот здесь она находится в левом углу. Вот так она выглядит. Довольно большой куст, был совсем маленький. Но за более чем 8 месяцев она выросла уже до таких внушительных размеров. И вот ее бутон. Сейчас возьму крупнее. Вот такой. У нее красный стебель. Все бутцефаландры, у которых есть приставка брауни, у них у всех красные стебли. Вот допустим брауни браун. Обратите внимание, тоже стебель, ну даже нельзя сказать розовый. Он реально красный у нее. Обратная сторона листья, видите какая? Прям винно красного цвета. В данный момент она, кстати, тоже цветет. Вот ее цветок. Было еще, еще один был цветок. Вот он уже успел отцвести. И еще один цветок у нее есть. Вот за корягой ему не видно, вот там стрелка. Вон он. Вон он выглядывает из-за листа. В данный момент у меня цветут всего две бутцефаландры. Это брауни браун и брауни пикси. Та бутцефаландра, о которой я говорил ранее, Silver Powder, сейчас отказывается цвести абсолютно. Не хочет никак. И бутцефаландра Катерина Мини тоже отказывается цвести. Хотя я видел, как она цветет. Не получалось добиваться у нее бутонов. И сейчас вам покажу, раз уже начал снимать, бутцефаландры, которые я недавно приобрел. Вот эта сиреневая, это бутцефаландра Брауни Гоуст. Чуть правее Брауни Феникс. Еще чуть дальше за ней, вот эта зелененькая, это Брауни Фантом. Есть еще у меня Брауни Феникс. Вот такая, совсем маленькая. Покупал ее более полугода тому назад. Но она очень медленная. Может быть, это какая-то разновидность мини, но она растет очень медленно. Вот этот Эриокаулон, который я вам говорил, что недолго ему быть в таком состоянии. Видите, он дал много стрелок. Скоро они вытянутся, и он будет вот такой. Вот такой он будет торчать, как веник. Все листья они сбрасывают, и остаются одни цветоносы, которые постепенно усыхают. И через время от него останется один корень. Теперь, маленький отросток Эриокаулона, это детка. После того, как отцвел один из кустов, он дал вот такую детку. Я его высадил, и он прижился, он развивается. И еще одна недавно купленная Буцефаландра, это Пинк Леди. Вот она. Говорят, очень сложная. Ну, не знаю, посмотрим. Высадил я их совсем недавно, буквально 4 дня прошло. Я очень надеюсь, что они у меня приживутся. Особенно, конечно, меня радует эта Брауни Гоуст. Очень я ее хотел. Около года я ее искал, и совсем недавно мне все-таки удалось купить этот отросток. И еще я вам покажу Эхинодорус Тропика. Вот такой куст. Это тот, который у меня ни разу не цвел. И теперь, как я ранее обещал, я озвучу параметры, при которых у меня цветут Буцефаландры Брауни Пикси, Брауни Браун. Также цветут в данный момент Эриоколон и Синериум. И при тех же самых параметрах воды отказывается от цвести Буцефаландра Сильвер Повдер. И все, также Катерина Мини отказывается цвести, и не цветет Эхинодорус Тропика. Значит, воду я относил в лабораторию. Анализ воды мне делали фотометрическим методом. Если кто-то не знает, то это современный и очень точный способ, вернее, ну да, способ определения тех или иных элементов в воде. Этот способ позволяет определять те же самые нитраты, фосфаты с точностью до сотых. Итак, общая жесткость 11,2. Это я уже перевел в немецкие градусы, потому что лаборатория мне дает данные в миллимолях на литр. Карбонатная жесткость 7,56. Нитраты 34,2. По фосфатам у меня данных в лаборатории нет, потому что месяца 3, как они перестали их делать, потому что у них как-то там изменились ГОСТы. То есть старые ГОСТы отменили, как в наших странах бывает, а новые ГОСТы не дали. В результате тесты по фосфатам и по полифосфатам не делаются вообще. Ну, короче говоря, бардак. Железо 0,47 мг на литр. Вот такие данные по содержанию элементов в этом аквариуме. То, что касается фосфатов, то я сделал тесты воды обычными капельными тестами. Они у меня всегда показывают больше пятерки. Сколько точно я сказать не могу, потому что на цифре 5 заканчивается шкала. Но у меня их всегда больше. Вот я уже, наверное, с полгода измеряю фосфаты капельными методами, капельным способом. Постоянно показывает больше пятерки. Значит, тесты воды я делал ровно 10 дней тому назад. Изменений в дозировке внесения удобрений я не делал. Поэтому, я думаю, здесь параметры никак не поменялись. То есть они такие же и остались. Вот такое видео сегодня получилось. Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться снимать побольше познавательных видео. Также я буду в дальнейшем рассказывать о том, как у меня приживаются те буцифаландры, которые были недавно куплены. А я на этом буду прощаться. Всем пока!